Краевой Роспотребнадзор рапортовал, что вспышка ерсениозной инфекции остановлена. Новых заболевших школьников нет. Напомню, больше 130 детей из 25 школ города на прошлой неделе пострадали после обеда в школьных столовых. И накануне первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко нашел корень проблемы в этой истории. По его версии, рыба сгнила с хвоста. И много детей отравились, потому что директор 144-й школы, где были первые отравления, вовремя не забило тревогу. Правда, федеральный чиновник сразу поправился, что и другие звенья цепочки хороши. Медики вовремя не сообщили о вспышке чиновникам от образования. Минсельхоз не контролировал поставщиков, а мэрия не уследила за соблюдением технологий. Глушко призвал всех причастных к организации питания, наконец, объединить усилия и наладить контроль, достойной серьезности темы. У директора уже были первые сигналы об отравлении детей. Сокрытие информации, отсутствие уведомления начальника управления образования города. Мы видим, что в Красноярске произошла рассинхронизация действия всех ответственных лиц. Ситуация является отражением общих проблем при организации питания. Не определена ответственность всех участников процесса. Отсутствует система регулярного выборочного лабораторного контроля. Не организовано взаимодействие с производителями, органами Россельхознадзора и Роспотребнадзора.